Итак, есть две энергии. Есть энергия времени материального. Оно постепенно напрягает человека для того, чтобы его потом, что с ним сделать? Убить. Ну, то есть каждый человек в какой-то момент напряжется настолько, что он уже не сможет сопротивляться этой энергии смерти. Но этот момент когда должен наступить? 90 лет. Хорошо поборолся, понимаете? Все уже давно помнили. Ну, друзья, имеете. Только ты запевала, как раньше, как там, спой песню, как бывало, а триллиантной запевала. Ну, то есть вот он просто запевал, и он остался жив. Почему? Потому что он всех вдохновлял на жизнь. И молодым мы снова к подвигу готовы, и нам любое дело по плечу. Человек должен всегда быть молодым. Старость означает потерянность. Означает, что я уже не могу выйти замуж. Значит, не можешь. Я, что-то, Олег Геннадьевич, не могу выйти замуж. Значит, не сможешь. Доктор, я могу на что-то надеяться, смотря на что ты будешь надеяться. Итак, что такое энергия времени? Есть два типа энергии времени. Один тип энергии времени действует постепенно, не торопясь. И нас сильно не трогает и не пугает. В психике постепенно увеличивается количество трудностей. И человек, в принципе, к этому готов. Он с возрастом крепчает, работает над собой все больше. Ну, если он нормальный человек, не спивается, потому что можно и спиваться же, и в депрессняк водить, и в психушку, стреляться, там, что хочешь. Есть разные варианты помочь себе уйти из этого мира. Но если нормальный человек, он, ну, как бы, постепенно становится крепче. Но у времени есть два типа энергии. У материального времени есть еще циклическое старение. Циклическое означает, неожиданно здоровье стало тяжелым. Неожиданно, ты вроде бы, тебе еще там 25 лет, раз, и тебя нагнуло. Что такое? Никто, врачи не могут дать ответ. Просто так действует циклическое время. Оно действует временно. Это циклическое время означает, что сегодня нагнуло, завтра разогнуло. Но если ты поддался, согласился с этим, значит, ты закрепляешься на этом состоянии. Все. Если ты не встрепенулся, если ты не стал в этот момент сильнее, но сильнее надо быть заранее. У человека есть такое понятие запас прочности, запас здоровья. Означает, что если тебя нагнуло, то у тебя есть еще там много-много чего. И запас здоровья делается с помощью тренировки. Человек должен, ну, укреплять себя. Длительное непрерывное движение дает запас чего? Волевой силы. Волевая сила – это копится в сосудах, копится в мышцах, копится в костях. И если, допустим, у тебя раз какое-то время тебя замкнуло сильно, напрягло, то есть волевая сила преодолевает напряжение. Вот смотрите, циклическое время побеждается длительной аскезой. Вот, допустим, если вы, допустим, бегаете или нет? Не много хожу. Много хожу – это не вариант. Сейчас объясню. Не много хожу, а непрерывно хожу. Вот смотрите, допустим, если в элементе ходьбы брать вашу болезнь, то есть волевое напряжение дает волевая энергия, вот эта вот энергия воли, которая вырабатывается, она расслабляет. То есть время напрягло вас сейчас. Нужно сделать какое-то действие, которое вас расслабит. Это действие называется длительное непрерывное движение. И если вы будете двигаться в течение трех часов непрерывно, при этом вы должны понять, что вы не куда-то идете из точку А в точку Б и хотите быстрее туда прийти, а вы двигаетесь с другой целью. Вы двигаетесь с целью желания всем счастья, радости, потому что есть два способа жить. Один способ жизни – я расходуюсь, а другой – наполняюсь. Вот все люди сейчас только расходуются. Расходуюсь означает куда-то бегу. А когда я просто на свежем воздухе слушаю лекцию, желаю всем счастья и непрерывно иду три часа, то через три часа... Да, а вам надо желать всем счастья в это время, переключиться. Потому что время вам говорит, некогда тебе переключаться, умирай, у тебя много дел. А надо наоборот, надо из ветра веселого хребнуть, понимаете? То есть нужно переключиться на природу, нужно... Вы верите во что? В успех. Это вера в страсти. Когда человек верит в успех, он теряет себя, он теряет силы. Что такое вера в успех? Это когда мне надо каждую секунду жизни что-то сделать для того, чтобы иметь больше денег и лучше положение в обществе. И я поэтому пашу, пашу, пашу. Никогда не позволяй себе расслабиться. Постоянно в напряжении, потому что это поможет тебе сдохнуть. Человек должен учиться переключаться. Переключаться означает заряжаться, наполняться. Это аскеза, потому что нас время заставляет что делать? Быть занятыми. Оно заставляет? Давай, думай о своей работе, иначе ты проиграешь. Оно так говорит время. А ты понимаешь, что ты проиграешь, если ты станешь обесточенным. Мы как батарейки, нам нужен заряд постоянно. И я иду по природе, слушаю лекцию, заряжаюсь, заряжаюсь. Вот ребенок маленький заряжается молочком. И потом он зарядился, и так отваливается, и радуется дальше. Почему? Потому что он зарядился. Понимаете? Но если человек истощенный, он не может радоваться. И так вы длительно двигаетесь, у вас вырабатывается энергия воли. Эта энергия воли для чего нужна? Для того, чтобы решать быстро дела, для концентрации внимания, для того, чтобы прорваться сквозь трудности какие-то в жизни. Эта энергия воли вырабатывает с помощью длительного непрерывного движения. И у нас есть разные психические слои, которые также отвечают и за тело. Вот, допустим, тот психический слой, который отвечает за мышцы, которые у вас сейчас напряжены, и сосуды. Это третий по счету психический слой. Каждый психический слой прочищается через 44 минуты ходьбы. То есть, надо умножить на 3, 44, получается 2 с лишним часа. Но нужен запас еще, потому что вам надо выйти из этого третьего слоя, надо чуть-чуть подальше. Поэтому 3 часа, я вам сказал. Вот, и как вы идете? Радостно, желаю всем счастья, забывайте от всех проблем, всем улыбайтесь, ни о ком плохо не думайте. Если кто-то курит, проходит мимо, вы не обращаете внимания, прощаете. То есть, вы радостно идете. Продолжение следует...